Виталик, это по твоей теме модуляции, смотри. Я занимаюсь своими делами, но попутно и тебе сниму кое-что. Смотри, мне нужно узнать наибольший коэффициент трансформации. Без расчёта на сердечник я просто беру, меняю частоту на входе и смотрю на какой частоте наиболее эффективно работает. Вот я нашёл свою частоту на 11,49 кГц, но однако у меня минус не заземлён в блоке питания, в монтированном, да, вот здесь можно заземлять, а можно не заземлять. Я взял и не заземлил, так, просто. Значит, получается, что у нас наводка 50 Гц. И смотри, что получается. Итак, я, значит, уменьшаю частоту, вижу, что у меня трансформация слабая. Это соотношение витков, сам понимаешь, да? Но ты посмотри, что делается. Ты видишь, это с частотой 50 Гц, вот такие вот выбросы. Теперь я, значит, увеличу частоту, у меня естественная трансформация, или, как бы так сказать, соотношение витков становятся наиболее оптимальными для трансформации. А посмотри, как выбросы растут. А ведь трансформация самого трансформатора, или, как ты тебе скажешь, передача тока самим трансформатором, намного меньше, чем эти выбросы. Я ещё увеличу. Сейчас 13 кГц, да? Я ловлю свою частоту мне нужную. Так, 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 уменьшаю. Так, это слишком. Вот так, да? Вот. Это частота, сейчас вот 12 кГц, та, что мне нужна. Ну, ты посмотри, как выбросы выросли. Вот эти пики с частотой 50 Гц, ты видишь, да, меняются? Виталий, а это по твоей теме. Что я с этим делать дальше не знаю. Я занят своим, но это тебе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!